Всем привет! В этом видео хочу поговорить на такую важную тему, как пищевая агрессия у собак. Эта тема особенно важна для крупных пород, особенно такой породы, как алабай. Ведь пищевая агрессия у взрослой собаки это очень страшно. Сегодня в видео я покажу, как мои собаки реагируют на меня, когда я их кормлю, когда нахожусь рядом, что будет, если я поглажу собаку во время кормления, что будет, если я опущу руку в кашу. Все эти реакции вы увидите, как собака должна реагировать на это. Да, Моня, ты мне поможешь? Моня уже готова. Моня голодный, голодный алабай. Моня голодный, голодный алабай. она спокойно, адекватно на меня реагирует. Фил! Филя, 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 Филя! Фил также может находиться рядом, и у Мони никакой агрессии к нему не возникнет. Филя! Фил! Мне даже уступает! Молодец, Моня! То есть также я ее глажу? Фил, иди! Фил, иди! То есть все спокойно, адекватно. Нахожусь рядом, глажу, могу пощипать шерсть. Я могу убрать миску, подвинуть. То есть собака не укусит меня, не грязнется, не нападет. Кужай, мой сладенький! То есть у собаки не должно возникать каких-то негативных реакций к вашим рукам. Мои лоба ели с моих рук с детства. То есть они знают, что я могу только сделать положительное что-то. Дать им корму или какую-то вкусняшку. То есть они спокойно реагируют, что мои руки не причинят им какого-то вреда или зла, или уберут еду. То есть поэтому они так спокойно реагируют. Лучше приучать, конечно, с маленького возраста. Во взрослом возрасте уже тяжелее это корректировать. Мой! У лобаев нет проблем с аппетитом, но перекармливать их так же, как и недокармливать, не стоит. Это может привести к проблемам с опорно-двигательным аппаратом. Поэтому рацион лобаев должен быть полноценным и включать в себя все необходимые витамины, питательные вещества и минералы. Есть несколько рекомендаций по поводу кормления. Первое и самое важное, это миска должна находиться на уровне шеи собаки. Потому что если миска будет тянуть на полу, то весь вес собаки будет переноситься на передние лапы, ноги будут разъезжаться, и это ненужная нагрузка на ее суставы. Второе. У собаки всегда должна находиться чистая питьевая вода. Особенно, если она находится на сухом корме. Собака должна кушать в одно и то же время, в одном и том же месте. Количество кормлений зависит от возраста собаки, времени года и от ее активности. Я кормлю их два раза, но летом они едят один раз. Этого вполне достаточно. Если взять их рацион за 100%, то 35% приходится на мясо, 45% на крупы, и остальное это овощи, витамины, минералы. Из мяса можно говядину, терятину, из круп предпочтительно греча, рис. Мои его очень любят. Из овощей любят кабачок, тыкву, морковь. Из фруктов любят яблоки. Жадя ест клубнику. Некоторые присылали мне видео, как у них Алабай ест малину, арбуз. То есть тут уже от предпочтений вашей собаки. Из молочки можно творог, нежирную сметану, простоквашу, ряженку. Также мои любят яйцо в любом виде, сырое или вареное. Например, сегодня они кушали гречневую кашу, в которой была говядина, морковь, кабачок, зелень из парника и ложка растительного масла. Вполне сытная и им нравится. И возвращаясь к вопросу о пищевой агрессии... Моня, что ты делаешь? Моня, прекращай! Моня! И к вопросу о пищевой агрессии эта проблема очень важная. Ее нужно решать, так как вам жить с собакой долго и нужно, чтобы ваша жизнь была максимально комфортной. Ваш четверногий друг должен запомнить, что прежде всего вы его семья, друг и в первую очередь кормилец. То есть источник питания. Любые попытки агрессировать ваш адрес будут пресекаться и ход до голодов. Вот пришел Джек. Кушай, мой сладенький. Я нахожусь рядом. Кот находится рядом. У собаки никакой реакции. То есть так собака и должна реагировать. Я могу погладить собаку. Могу сесть и находиться рядом во время кормления. Кушай, дорогой. Фил. Кш-кш-кш. Фил. Даже Филя подошел. У него нету никакой агрессии к нему. Он никак не выступает. Фил даже может потереться и потрогать его. Да, Филя? Филя. То есть собака полностью адекватна. Дразнить я не буду, потому что это бессмысленно. Фил даже может сесть на него. Но Фил стесняется. Ладно, Фил не буду. Подводя итог сегодняшнему видео, мы с Моней хотим сказать, что никогда не стоит дразнить собаку во время еды. Да, иногда это кажется смешно, когда собака рычит, но не стоит так делать. Ни к чему хорошему это не приведет. И второе самое главное правило учите свою собаку, когда она ищет щенок. Щенка всегда научить легче, нежели чем перевоспитать уже взрослую, сложившуюся собаку. Вот. Да, Моня? Моня, говори всем пока. Всем пока, до новых встреч. Фил, все собаки поели. Фил теперь может насладиться остатками роскоши. Что он и делает. Филя, самый продуманный умный кот из всех. А у нас их в семье трое и одна кошка. Фил, кушай, пожалуйста. У Фила никакой пищевой агрессии нет. Фил, молодец, кушай.